Доброго времени суток, дамы и господа. Кто активно посещал стримы, знает, чем я занимался последние полторы недели. На своих 13 персонажах я каждый день фармил зулгуруб, зачищая боссов и пропуливая удобный трэш с целью получения брелков и с целью получения в дальнейшем эпических рецептов. Один из них потребуется для достижения в 10.1.7, а именно возрожденные боевые клинки Хакари, текущая его цена на аукционе. На гордуне 250 тысяч золотых монет. Да, они мне выпали, да, мне повезло, но в целом, судя по статистике, я как раз-таки должен был получить именно два таких рецепта. Выпало ли мне два рецепта? Конечно, это можно увидеть в видосике, пролистав его чуточку дальше, но скажу заранее. Да, мне повезло и мне выпало целых два рецепта, как в целом и было задумано. За время фарма было получено огромное количество брелков. Лиловые, оранжевые, бронзовые, серебряные. Их нужно всего две штучки для того, чтобы получить подношение грубаши. Зеленый, красный, желтый, синий, золотой. Их уже нужно по три штучки. Их цены чуточку ниже, поэтому они находятся в сумке чуточку ниже. И этих брелков хватает на то, чтобы открыть 378 подношений грубаши. Никто в гире столько не открывал, ну потому что люди просто другими полезными вещами занимаются. Но в этом видосике я открываю 378 подношений грубаши и вылутываю кучу и кучу рецептов, кучу и кучу реагентов. Есть один. Один есть. Окей, после настолько быстро пролутанного первого чертежа клинков хакари, я понял, это настоящее казино. Мне пришлось открыв всего лишь где-то 40-45 подношений и мне вылутался редчайший рецепт, который нужен для достижения. Круто, замечательно, думаю, если выпадет еще, озолочусь. Быть может кому-то продам, быть может его купят и позволю себе лишний жетон. Не выпадет? Да, будет обидно, да, судя по статистике мне должно падать хотя бы два, но что поделать? Такова игра, таково казино и вот так работают эти все рандомные штуки. Также стоит понимать, что это не просто записанное видео, это запись стрима, которую я на текущий момент обрабатываю. И озвучиваю. Читал чат, некоторые шутки с чата, некоторые счастливые ответы, конечно же, тоже в этом видосике имеются. Синерец можешь выкинуть. Да я думаю, вот этот вот надо выкидывать просто, да и все. Реально. Согласен, юморный любителя. Более мне, наверное, сказать нечего, что брелки выменивал на подношения, подношения открывал, лутал рецепты. Процесс прост, процесс показан весь абсолютно. Можно, конечно, нажать на шестеренку ютубовскую, либо дополнительно ускорить видосик, либо дополнительно замедлить его. Действуйте, экспериментируйте. В конце видосика, конечно же, будет бонус. Именно там мы с вами и увидимся. Так, в комнате Занзила поворачиваем от входа направо. В конце комнаты стоит огромный декоративный котел. Слева от него у стеночки притаился алтарь из костей. Притаился. Первый быстро упал на первом подношении, да, на первом юзабельном объекте. Второй не хочет дропаться. Золотой брелок. Золотые по три вымениваются. Ооо! Иди-ка сюда. Есть второй. Ну вот, видишь, стоило только поныть. Ну все, две штуки, да, получается. Окей. Неплохо. В целом, я так и надеялся... ...госупварить. И снова здравствуйте, мои хорошие. Что по бонусу получается? Не просто так я зашел на друида. Не просто так он находится у меня в отдельной гильдии. Именно на нем находятся абсолютно все рецепты, которые были пролутаны в результате открытия всех этих подношений. Да, это все они. Я не трогал их вообще. Окей. Один только рецепт изучил, и еще пять лежит в сумке. Куда их складывать? Ладно, это-то окей. Сложились. Плюс-минус. Нормально. Куда их девать? То это уже вопрос, конечно, еще интереснее. Во-первых, на аукционе их не покупают. Во-вторых, я изучу там по одному рецепту. Освобожу слотов, быть может, 10 или 15 максимум. Но с остальным-то добром. Что делать? Может, вы подскажете в комментариях. Как бы, быть может, у вас есть какие-то интересные идеи. Я послушаю, почитаю. Правда, мало ли. Вдруг вы там что-то такое предложите, что у меня просто мир перевернется варкрафтовский. Как говорится, все в ваших руках. Что я могу сказать насчет этого всего фарма, насчет вообще походов в Зулгуруб? В целом, он, конечно, фармится намного лучше, чем Накс. Я вспоминаю все эти походы в Накс, и реально хочется блевать. Суть в том, что ты сидишь на готике там по 4 минуты. Ты сидишь на килтузаде по 4 минуты и просто АФКшешь. И так на каждом персонаже ты теряешь по 8 минут жизни на двух боссах. Вообще, игра в игры — это потеря жизни. Ну да ладно, не будем об этом, не будем философствовать. Так вы вдумайтесь, сколько вообще времени терялось на каждом персонаже, когда я фармил сет Т3. Очень много времени было потеряно. Вулгруп поинтереснее в этом плане. Стоит, конечно, не забыть взять археологию в этот данж для активации. Босса, чтобы еще брелки получать. И как ты так лутаешь брелки, прям виден твой прогресс. И когда уже открываешь подношения, он, конечно, этот весь прогресс впадает тебе в сумку. В виде реагентов и чертежей. И, конечно же, клинков Хакари. Надеюсь, если вы будете все это дело вскрывать, вам повезет. И выпадет еще больше рецептов с еще меньшего количества подношений Хакари. Всех вам благ, счастья, здоровья. Берегите ноги, моете руки. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого! Субтитры сделал DimaTorzok